Память о ГУЛАГе для Европы является и должна быть так или иначе основополагающим аспектом европейской исторической памяти. Неслучайно уже несколько раз Европа предлагала рассматривать ГУЛАГ как еще одно историческое явление, которое, как и Холокост, способно объединять европейскую коллективную память западного типа, которая затем становится общеевропейской по аналогии с Международным днем памяти жертв Холокоста 27 января. И смысл этого предложения был в том, чтобы опыт и память ГУЛАГа также стали частью общеевропейской памяти. Однако для Европы это оказалось особенно трудной задачей, поскольку, с одной стороны, были новые страны члены Европейского Союза — Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Балтийские страны, пережившие опыт советского влияния и опыт ГУЛАГа. И поэтому для них это был важный вопрос собственной идентичности. В то же время во всех странах Западной Европы ГУЛАГ всегда был в некотором роде вытеснен, забыт, отодвинут на второй план, потому что опыт коммунизма в странах Западной Европы связан с политической борьбой за демократию и свободу, у которой была и обратная сторона — поддержка СССР. Но в этом была глубокая противоречия, от которой, на самом деле, предпочитали не говорить. Но еще помимо коммунизма был и такой важный момент — не трогать страну-победителя, не трогать страну, победившую Второй мировой войне. В странах Западной Европы ведь был еще такой аспект, не так ли? Да. Сталинградскую битву заслуженно помнили как переломный, а столополагающий эпизод в битве за победу над нацизмом. В этой связи достаточно вспомнить речь, произнесенную де Гаспери перед Палатой депутатов, когда умер Сталин. Он восславил и возвеличил его с невероятным пылом. И это яркое противоречие, которое касалось не только коммунистов, хотя их, конечно, в первую очередь, но примерно такой подход исповедовали все те, кто видел в СССР союзника, который позволил нам вернуть себе свободу после фашизма, но затем увидел в нем и фактор внутреннего разделения в самой Италии во время Холодной войны в связи с делением на два блока. Да. Но важно подчеркнуть, что в Италии о ГУЛАГе узнали значительно позже. В России об этом заговорили уже в 1956 году на 20-м съезде партии. После чего вышло множество книг с воспоминаниями тех, кто пережил этот тяжелый опыт. В эпоху застоя об этом старались не упоминать, но во время перестройки эта тема стала снова активно обсуждаться. В Италии же о ГУЛАГе заговорили гораздо позже. У нас эта тема действительно долго замолчилась. Первая книга, опубликованная в Италии, в которой упоминался ГУЛАГ, это была книга хорвата Анте Целиги, который не был итальянцем и не писал об итальянцах в этой книге. Но это была первая книга о ГУЛАГе, опубликованная в Италии и по-итальянски. Потом уже постепенно начали появляться другие свидетельства. Возможно, самая важная из них и, наверное, самая красивая и даже романтичная, если так можно сказать в этом контексте, это «Маленький камень» книга Эмилио Гуарнаскелли, которую ему удалось напечатать в 1982 году. Еще раньше вышли, хотя их не только сняли с продажи и забыли, но еще и, в общем, замолчали, чтобы не позволить им широко распространиться, это воспоминания Данита Корнелли, воскресшего Стивали, как он назвал свою первую книгу мемуаров первого итальянца, пережившего ГУЛАГ и вернувшегося в Италию, который как-то непарадоксально попытался восстановиться в рядах коммунистической партии и поручить публикацию своих мемуаров коммунистам, но, естественно, его не приняли, наоборот, потому что он все еще считался врагом троцкистом. Это происходит в конце 50-х, в начале 60-х годов, и, возвращаясь к теме отрицания истории Компартии, отказа признавать правду о том, что происходило в ГУЛАГе, это продолжалось очень долго. Я помню первые выпуски передачи «Политическая трибуна», в которых Пальмира Тольятти, отвечая на вопросы некоторых журналистов о трудовых колониях, которые существовали при Сталине и продолжали действовать, несмотря на десталинизацию осуждения культа личности, сказал, что эти лагеря перевоспитания, наоборот, говорят о гораздо более высоком уровне системы правосудия по сравнению с западным капиталистическим. Только гораздо позже, в 70-е и 80-е годы, станет возможно начать говорить об этом. Потом была уже организована выставка, где был отдельный зал, посвященный разным людям, прошедшим через ГУЛАГ. Среди них были отец Павел Флоренский, был некий крестьянин, были представлены разные слои общества. И был один итальянец, история которого сильно поразила и привлекла внимание журналистов и посетителей. Джулио Лукетто. Имя и фамилия типично итальянский, родился в Анконе, расстрелян в России. Дело Лукетто и его фото произвели фурор. И тогда к освещению истории итальянцев в ГУЛАГе подключилась и пресса, в которой до того не говорилось о таких случаях. Эта выставка имела огромный успех, и с тех пор началось наше сотрудничество с Мемориалом. Это была важнейшая работа, которую ты проделывал вместе с Еленой Тундович и Мануэла Гверчетти, посвященная репрессированным итальянцам. Мы начали действительно именно с этих маленьких списков, буквально несколько имен репрессированных итальянцев. Потом перешли к архивам, и в этом нам сильно помог Мемориал. Он направил запросы во все архивы. Мы поработали в нескольких архивах и постепенно создали базу данных. У нас получилось примерно 1200 имен. И потом, столь же тщательную работу мы провели и в Центральном государственном архиве, чтобы понять происхождение этих коммунистов. В большинстве случаев это были иммигранты-коммунисты, антифашисты, в первую очередь антифашисты, члены Компартии или Социалистической партии, которым пришлось бежать из Италии, из-за принятыми фашистами законов, из-за всей ситуации, которая там сложилась. Они бежали во Францию или в Бельгию, и оттуда уже в Россию. Среди них как раз был и Корнелли, о котором мы уже говорили, который впоследствии первым написал об этом опыте. Не в научном ключе, но с осознанием того, как важно помнить об этом историческом периоде. Он как раз говорит о ключевых темах, связанных с ГУЛАГом, и о людях более известных, чем он сам. Ему важно было сохранить память. Именно для этого он и пишет свои воспоминания, пишет этот список имен. В лагере я познакомился с таким-то, из города такого-то. И это было очень полезно. Хотя это и не было выдающимся произведением, все же это было первое в Италии свидетельство. После него уже начали выходить и другие письменные свидетельства, в том числе написанные женщинами, которые сами не прошли через ГУЛАГ, но состояли в отношениях с итальянскими коммунистами, которые стали жертвами репрессий. И потом эти женщины вернулись в Италию и написали об этом мемуаром. Вина и ответственность итальянской партии. При этом обнаружилась ответственность итальянской компартии, прежде всего Тольятти, партийной верхушки в СССР, которые это одобряли, или в некоторых случаях они даже сами предлагали имена тех, кого считали потенциальными врагами народа, потому что они считались чересчур близки к идее монархизма, троцкизма и так далее, и потому заслуживали по сталинистской логике, которую усвоили Тольятти и другие, попасть под репрессии. Вот это уже новый аспект, который прежде, так или иначе, замалчивался. Ответственность. Раньше говорили, что да, среди репрессированных были и итальянцы тоже, но партийная верхушка во главе с Тольятти мало что об этом знала. Потом же обнаружилось, что существовала практика доносительства внутри сообщества итальянских коммунистов, проживавших в Москве, аналогичная тому, что происходило со многими рабочими и коммунистическими активистами из Франции или даже из США, которые бежали в СССР в надежде найти там социализм и помогать строить его, а вместо этого попали в ГУЛАГ. Так что благодаря проведенным нами поискам была восстановлена память об этих людях, потому что до того никто ничего о них не знал. Что случилось с этими итальянцами? Куда они пропали? Эти поиски имели большой резонанс. Пресса начала о них писать, еще и потому, что речь шла, например, о конкретном жителе Милана, о конкретных людях. Эти истории попадали на страницы газет, и у родственников появлялась эта информация. Больше всего нас поразило то, что эти семьи, когда они переставали получать письма из России, а вначале переписку они ввели, в 20-е годы можно было спокойно переписываться с теми, кто уехал в СССР, все эти люди были уверены, что их родные просто погибли на войне. И это нас изумило. Честно говоря, мне кажется, что некоторые не то, чтобы нам прямо брали, но на самом деле скорее представляли себе подобный вариант развития событий, подобный на то, что случилось на самом деле. Просто не хотели нам об этом сказать. Все говорили, что думали, будто родственник погиб в войну, например, при бомбежке Москвы. Ну, в любом случае для нас это был очень сложный опыт, показывать родственниками эти документы, говорить о том, что человека просто расстреляли в 1937-1938 году. Конечно, для них это было ужасным открытием. Но нам было важно восстановить историю этой миграции, состоявшей в основном из людей, которые надеялись создать лучшее будущее. А вместо этого их там настиг печальный конец. Данте Корнелли заговорил об этом, героически опубликовав несколько книг о ГУЛАГе за свой счет. Но и другие коммунисты стали возвращаться в Италию и рассказывать о том, что пережили в ГУЛАГе. И давайте вспомним прежде всего, что они, почти все они, были антифашистами, как следствие коммунистами. И вот эти коммунисты возвращают свои города и рассказывают знакомым о том, что они пережили. Им не верят. Они становятся просто изгоями. В отдельных случаях их даже избивают. Семьи тоже становятся изгоями, потому что ее члены рассказывают о том, что было пережито. Но никто, никто им не верит и не хочет верить. Корнелли реагирует на все это достаточно смело и решается об этом написать. Другие же замыкаются в себе, потому что их воспоминания встречают буквальное сопротивление и мне дают рассказывать об этом опыте, этой части жизни в России. С этой точки зрения перелом наступает в конце 80-х, в начале 90-х. Он связан именно с деятельностью, с работой мемориала, с созданием мемориала, крупной организации, которая занимается сохранением памяти, а впоследствии займется и защитой прав человека. И это, в том числе, как раз основа европейского запроса на то, чтобы сделать из этой памяти что-то, что не оставалось бы привязано или к России, или к бывшим странам, бывшим под коммунистическим господством, но могло бы стать достоянием всей Европы. Еще и потому, что граждане всех стран Европы, включая Италию, Францию, Бельгию и так далее, были в числе жертв сталинских репрессий. Субтитры создавал DimaTorzok